Добрый вечер! Всем привет! Кто помнит мою пиццу, из которой я все думала, что мне пошить. Захотелось сделать пиццу, а что пошить, я еще была не готова. Сумку или косметичку. Для сумки было маловато, для косметички многоватый кусок. И у меня родилась вот такая подушка. У меня был кусок бордовой обивочной для мебели ткани. У меня есть бордовый диван. Это не из него, но она очень подходит. И я решила добавить еще один кусочек пиццы, кусочек пиццы. И видите, он отличается. Но так как я экспериментирую, поэтому мне хочется разный цвет, разные там кусочки ложить. И я эту вставку сделала другого цвета. Это первая пицца. Это такая более бордовая. Оно все так соединилось. Органза здесь одинаковая, оттенки. И получилась вот такая красота. Это свободноходовая стежка. Я как раз сейчас осваиваю вышивку свободноходовую. И все сюда у меня вписалось. Очень красиво она у меня там вписалась, на моем диване. И я начала делать еще две наволочки, две подушки. И хочу показать вам процессы. Поэтому я все потихоньку засниму и буду показывать. Подряд все это не получится снимать. Буду частями снимать, монтировать. В общем, как-то все это произойдет. Почему-то говорит, что плохое освещение, но вот такое какое есть. У меня освещение такое и есть. Сколола я свою пиццу маленькую, которую хочу на подушку добавить. Ой, выскакивает нельзя. Сильно ворочать нельзя, покуда не начала наживлять. Я правда промазала клеем, но это ж только нижний слой прихватился, а я так толстенько насыпала. Поэтому, ну, сейчас буду переносить аккуратно к машинке. Быстренько сейчас все это аккуратненько перестегаю. Ну, насколько это может быть. Ну, наверное, точно так же, как и там. Где-то полтора на полтора квадратики сделаю. Полтора на полтора сантиметра на глаз. И все. И мне нужно будет раскроить. И сегодня хочу сделать эту подушку. У меня кружево есть. Пожертвую кружево свои красивые сюда. В общем, посмотрю, да. Хочу кружево, подумаю. Все. Я сейчас иду это стягать, потом буду раскраивать и потом буду показывать. Тут не очень сложно. Видео будет небольшое. Все. Удачи мне. Ожидайте. Маленькие кусочки, конечно, гораздо легче собирать, отстрачивать. Без разметки чуть ли не идеально ровно получилось. Я с таким запасом размахнулась, извиняюсь, со запинки. Не смотрите, что с этой стороны нитка не в цвет, это будет внутри. Это совершенно не играет значения, не играет роли никакой. Потому как это будет внутри. Самое главное, чтобы с этой стороны все было красиво. Сейчас я вот какая красивая пицца у меня получается. Я сейчас выкрою кусочки, изрежу, которые мне нужны. Соберу их и покажу. По ходу пьесы переиграла я, переиграла я, перекроила свою фантазию. Ну, хорошо, хорошо, что хорошо кончается. У меня просто есть много разных тканюшек, поэтому мне это безболезненно произошло. У меня арганзы, вот это арганзы был кусочек, вот какой он был, не хотелось резать, не хотелось мне резать из целого. Я так прикинула, вроде бы так хватает. А когда уже все это построчилось, собралось, естественно, за счет стежки, за счет толщины, ну, в общем-то, уменьшилось, наверное, ну, на сантиметра полтора, точно я потеряла размер, а то и на два, может быть так, полтора на полтора, вот как бы, ну, по двум сторонам. Поэтому очень хорошо, что у меня в запасе некоторые другие тканюшки есть. Я добавила сюда другую ткань. Но мне надо, в чем смысл, мне нужно, чтобы это было темно-красная, бордовая, чтобы это подходило к моему дивану. Так вот, направлю я уже на себя, там показывать пока нечего. Диван у меня бордовый, поэтому, вот видите, ну, он все время там у меня на заднем плане. Поэтому мне нужна была шатается стойка. Поэтому мне, в общем-то, основной, как бы, так, упор на бордовый цвет, и поэтому я и пиццу, собственно говоря, свою, думаю, она мне подходит, как раз, и я ее тут красненького много. А эта полосочка вообще такая бордовенькая, но она будет на обратной стороне, там, комбинироваться. Сейчас я, сейчас я подумаю, как я все это соберу. Мне, наверное, нужно будет вот эту часть тоже уплотнить, хоть одним слоем чем-то, я не знаю, какую-то стежку или строчку, что-то нужно будет такое сделать. Что-то нужно будет такое сделать, свободноходовое. Красиво. Вышивать не буду на машинке, голову морочить, но что-то придумать нужно. Украсить этот кусочек посредине. И, наверное, я сейчас просто обработаю, обработаю каким-то то ли руликом, то ли кантиком. Посмотрю, какая конюшка у меня здесь есть, чтобы это красиво легло. И чтобы было проще замок ставить. Ну, в общем, этап, следующий этап, который сделаю, покажу. Нашла я кусочки ткани, которая мне не нужна, даже ни в какой Крэйзи Квилд. И можно использовать ее на обратную сторону для уплотнения этой моей вставки бордовой. Я его из трех кусочков соединила, прострочила. И теперь будет очень как раз хорошая плотность вставочка. Я сейчас что-нибудь меликом нарисую здесь. Сделаю такую стежку, ну, фантазийную. И, ну, я не знаю, золотой ниточкой уже, наверное, не стоит, так как я отстрочила краешки. Хотя... Хотя золота много не бывает. Можно и золотой ниточкой. И сейчас попробую я свое умение свободноходовой стежки. Оно у меня еще такое в начальном этапе. Но немного я уже умею. И сейчас как раз мне это позволит еще улучшить свое умение. Простегаю, покажу. Я легонько-меликом набросала. И сделала такую быстренькую стежечку. Ну, не знаю, у меня ушло буквально там 10 минут. Золотистым шоком. Я считаю, что очень даже будет симпатично. Сейчас я ровняю все свои кусочки. Обшиваю их окантовочкой. И показываю. Фух, буду хвастаться. Готовая наволочка шикарная. Посмотрите, какая она получилась классная. Просто шик. Покажу в интерьере. Посмотрите, что я сделала, как я соединила. Очень хорошо, что я все-таки иногда посматриваю, хоть я не люблю правила, но иногда посматриваю видео. Там, где показывают умные люди, как нужно делать. Пицца очень толстая. Ну, как, она вроде бы как не такая уж и толстая, не такая уж и жесткая. Но когда соединять между собой концы. Очень хорошо пригодилось то, что я увидела. Я каждую сторону именно пиццы обрабатывала косой бейкой. А уже потом... О, ниточку обрезать. А уже потом накладывала на это полотно и прострачивала зигзагом. Так как у меня очень много остатков косой бейки, я покупала и от мамы оставалась. Видите, вот, ну, по полосочке осталось. Как раз хватилось, да. В принципе, здесь есть такой цвет. Здесь, ну, красный тоже подходит. Замок у меня красный. И был кусочек, как раз на две полоски. Мне хватило именно вшить. Ну, тоже к замку. И получается так очень симпатично. Очень красиво, симпатично и удобно. Я сейчас одену ее на подушку, положу на диван и покажу, как это выглядит на диване. Посмотрите, как шикарно выглядит. И этой стороной. И вот этой стороной. Я еще раз сниму, конечно, в интерьере. Ну, мне захотелось самой испробовать. Испробовать самой. Сейчас я покажу, как это в интерьере. Факуся, и ты пришла? Естественно, скажи, я пришла опробовать. Ну, запрыгивай. Она знает. Давай, 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 можно, можно. Давай, 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 можно, можно, можно. Ну, молодец. Ну-ка, посмотри. Какая подушечка. Ну, она за мной соскучилась. Спала, спала. Скажи, мать не идет полночи. Посмотрите, какая красота. Алла, кусечка, ну ты сейчас запутаешься. Вот этой стороной. И вот этой стороной. Очень даже здорово. И вот этой стороной. И даже она подойдет к моему дивану в зале. Но туда я тоже приготовила. Туда я тоже приготовила. Это вот у меня такого цвета диван. Это были кусочки, которые, ну, если вдруг порвется что-то. Ну, все целое. Слава Богу, не рвется много лет. Но у меня есть три куска вот такого еще. Этот цвет очень подходит. Я прошу прощения. Такое, оказывается, со съемки уже ночь. И мне необходимы, ну, как минимум одна, а может быть, даже две подушечки, чтобы, ну, чтобы не прятать их по шкафам, не занимать место, а именно, именно они будут лежать красиво в интерьере. Я хотела сделать из этого косметички, но, в общем-то, все переигралось. И теперь это будут наволочки. Сейчас я на том диване покажу. Вот, посмотрите. Даже эта подходит. Даже эта подходит. Ну, пусть не этой стороной бордовой, но вот так в интерьер она подходит. И, хочу сказать, в камере она ярче выглядит, а, как бы, без камеры, ну, очень даже, очень даже вписывается. Даже с этими красными цветами. Ну, конечно, сюда я буду делать более подходящий цвет. Ну, я хочу покрывало заменить, это мне уже надоело. Ну, такое огромное, я им не могу пользоваться, оно только лежит на диване. И стирать его сложно, и спать под ним тяжело. Поэтому нам нужно что-то подумать, мне с покрывалом. Но пока только подушки. Ты теперь сюда пришла подушку облюбить? Вот она теперь сюда пришла. Я помешала тебе спать, да? Ну, извини. Всем спокойной ночи, всех целуем, любим, обнимаем. Заходите к нам на канал, подписывайтесь, ставьте лайки, приглашайте гостей. О, видишь, как раз, скажи. В своеобразной ситуации, я скажу, приняла позу, да? Скажи, всех, пожалуйста, приглашаем, всех язычком лизнем. Да? Да. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok